Привет, мои хорошие! Вы на канале Лазница и меня зовут Вика. И сегодня я постараюсь вас научить крутить локоны на утюжок. Очень буду надеяться, что у вас получится после моего урока. И к локонам нужно готовиться еще сначала мытья головы. То есть голову я помыла только шампунем, не использовала ни маски, ни бальзамы, особенно содержащие силиконы. Высушила просто феном. Важно, чтобы волос был абсолютно сухой. То есть досушите все до конца, чтобы не было никакой влаги. И я делаю такой красивый пробор на уровне височных впадин. Такая сразу секси-шмекси. Итак, дальше нам нужно отделить височные зоны пробором от уха до уха. Пока закалываю их. Отделяю с затылочной зоны часть волос. Делю ее пополам. Прядки лучше брать не сильно толстые. У меня просто волосы тонкие, поэтому у меня полголовы одной прядью сейчас накрутится. Итак, прядь берем в левую руку. Утюжок в правую. Если вы левша, то наоборот. В общем, как вам удобно. Итак, смотрим внимательно, как я держу утюжок. Пальцы у меня смотрят прямо от себя. Итак, заводим утюжок, захватываем прядь и делаем такой маневр. Просто переворачиваем руку вместе с утюжком. Вот так. И ведем утюжок от головы, то есть по направлению кончиком волос. Ведем, ведем, ведем. Берем прядь и подкручиваем ее в том направлении, в котором мы крутили. То есть вы захватываете прядь, переворачиваете утюжок и протягиваете по пряде. И не переживайте, дальше я еще сто раз вам покажу, что да как. Отделяю еще один ряд волос, но очень важно не отпускать его. Вот так вот можно скрутить в жгутик и положить на бок, чтобы потом не выискивать среди локонов ровные волосы. Остальные волосы закалываем. Берем эту прядь, делим пополам и также скручиваем и раскладываем на боках. То есть, чтобы нам было удобно доставать. Также по пробору отделяем из височков волосы. И я начинаю крутить всегда с самой крайней пряди. Итак, берем прядь, держим ее левой рукой. Берем утюжок, направляем наши пальцы прямо, а большой палец смотрит на нас. Захватываем прядь, переворачиваем утюжок, проводим по пряде утюжком. Когда прядь заканчивается, кончик можно отпустить. И обязательно прокручиваем локон в том направлении, в котором мы крутим. Как вы поняли, мы крутим сейчас локоны от лица. Вот, берем прядь, берем утюжок, разворачиваем его так, чтобы пальчики смотрели вперед, а большой палец назад. Захватываем прядь, прокручиваем один раз и ведем по пряде. Параллельно мы левой ручкой держим кончик. Когда уже подходит утюжок к концу пряди, отпускаем кончик. Левую руку переносим на прядь, чтобы когда утюжок дойдет до конца пряди и отпустит ее, мы смогли левой рукой завернуть локон в нужное направление. Вот, еще раз. Пальчики вперед, большой палец назад. Захватили прядь, провернули. Видите, получается, вы так проворачиваете, что кончик у нас смотрит в ту сторону, откуда идет прядь. И протягиваем утюжком, захватываем прядь и прокручиваем. Супер! Надеюсь, что у вас получается. Можете пробовать со мной вместе. То же самое делаем и с другой стороны. Тут немножко неудобно выворачивать руку. Но нужно приловчиться. Также левой рукой держим прядь. Захватываем утюжком прядь. И также разворачиваем от лица. То есть, вот видите, получается, кончик смотрит в ту сторону, откуда прядь у нас. Дотягиваем до конца и закручиваем локом. Вот еще раз вид сзади, чтобы как в зеркальном отражении вам было понятно. Захватываем прядь, проворачиваем, держим левой рукой кончик. Вот, видите? Когда уже кончика остается немного, отпускаем его и переносим левую руку на прядь, чтобы захватить ее и прокрутить. Это очень важно сделать. Я вам позже покажу, что получится, если просто отпустить прядь и ничего с ней не делать. Я показываю такой вариант, потому что, мне кажется, он самый простой. Вам не нужно перекручивать утюжок на одном месте. И так вам легче запомнить. То есть, сейчас вам лучше натренироваться. Я вам еще покажу разные способы накрутки на утюжок. Но мне показалось, что этот будет самый простой для новичков. Если вы еще никогда не крутили, если у вас не получается. Поэтому попробуйте сначала так. Дальше еще будут другие видео с другими способами. Тем временем отделяю еще одну прядь. Не забываем, что не нужно ее назад отпускать, чтобы она не спуталась с локонами. Вы ее вот так вот скручиваете и переносите наперед. Она вас тут будет ждать, пока вы заколете остальные волосы. Затем вы ее берете, делите сзади пополам. И также скручиваете в жгутики и кладете наперед. Это будет для вас удобно. Вы не будете терять между локонами ваши пряди. Также с височков пряди. Это у нас будет последняя прядка, которую мы будем крутить вместе с затылком. То есть макушку мы будем крутить потом отдельно. А сейчас по той же схеме, по кругу пока что продолжаем крутить. Еще один момент. Вы делаете вертикальные проборы, значит утюжок у вас должен идти вертикально. Какие у вас проборы, в таком положении и будет ваш утюжок. И его нужно тянуть перпендикулярно голове. Ну желательно, по крайней мере. И сейчас, видите, я специально не захвачу прядь, а просто ее отпущу. Видите, что получается? То есть у вас может получиться вот такая вот штучка и вы будете думать, что у вас не получаются локоны на утюжок. Все дело в том, что просто нужно обязательно задать пряди направление. И у вас все получится. То есть, видите, все просто. Вы захватываете, перекручиваете, держите левой рукой кончик, потом перехватываете этой же левой рукой прядку и прокручиваете от лица. То есть в ту сторону, в которую вы крутили локон. Я немножко увлеклась и забыла растягивать локоны. Это лучше делать после того, как вы ряд накрутили. Они обязательно должны остыть и вы ряд растянули. Потом дальше накрутили, растянули. Просто теперь нужно растянуть каждый ряд, каждый локон. То есть я беру локон, скручиваю его и начинаю делать объем сначала у корней и потом двигаюсь по прядке. То есть растягиваю ее в разные стороны. Эта накрутка у нас будет без начесов, без гофре, как вы видите. И у нас она будет объемная. Вот я вам показываю, как сделать объем. Вам нужно скрутить прядь и начать растягивать от самих корней. Тут чуть позже будет видно. Вот видите, я у самих корней тяну прядку, растягиваю ее. То есть вы отделяете локон, скручиваете его в том направлении, в котором крутили. И вот так вот ручкой берете и поднимаете корень. А потом дальше идете по локону, растягиваете его. Чем тяжелее прядь, тем быстрее она раскрутится. Поэтому вам нужно сделать ее пышненькой. И то же самое делаю с другой стороны. А еще я из этих локонов делала классные прически на Новый год. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эти видео. Редактор субтитров А.Семкин Вот смотрите, берете прядь, скручиваете ее и делаете вот возле корней вот такой вот маневр. То есть растягиваете прядку конкретно возле корней. Тогда у вас будет объем. Когда вы растягиваете, распушиваете прядь, то обязательно фиксируйте лаком. Чтобы она в таком вот воздушном состоянии сохранилась. Затем можно пройтись по прядкам и вот так вот поставить корни. За счет этого у вас будет объемчик. Итак, у нас осталась последняя прядка сзади. Я ее также делю пополам и у меня получается еще по две прядки. И делаем все то же самое. Захватываем прядь. Один раз проворачиваем. Держим левой рукой кончик. Тянем утюжок по пряди. Когда прядь почти закончилась, перехватываем левой рукой. И когда утюжком отпускаете прядь, просто левой рукой прокручиваете локон уже в нужном направлении. Такой момент. Если у вас окрашены волосы пористые и утюжок просто не скользит по волосам, то вам нужно делать просто такие похлопывающие движения. То есть просто на миллиметры раскрывать утюжок. То есть чтобы волосы там проскальзывали. Вот такой вот нюанс есть. И также растягиваем пряди. И как вы видите в конце я просто поднимаю корни, фиксирую лаком. И объем готов. Итак, переходим к самому интересному. К макушке. Тут у нас будут идти проборы диагональные. Ориентир по росту волос. Отделяем прядки где-то в сантиметр толщиной. Берем утюжок и делаем объем. Берем и просто утюжком как бы проворачиваем у корней, направляя вверх. И нужно дать пряди остыть. Затем, как я говорила, утюжок ставим параллельно пробору. То есть как у нас пробор идет, так у нас стоит утюжок. Захватываем прядь, проворачиваем от лица и ведем до кончика. Прядку оставляем, она должна остыть. Обязательно пряди, которые вы накрутили, должны остыть. Тем временем отделяем второй пробор. Также делаем объем. То есть захватываем утюжком и вот так вот немножко проворачиваем. И обязательно держим прядь вверх, чтобы в таком вот положении остыть. Мы берем утюжок, ставим его параллельно нашему пробору, захватываем прядь и проворачивая тянем вниз. И так диагональными проборами прорабатываем всю макушку, делая вот такой вот дополнительный объем. То есть вот ваш пробор, значит так ставите утюжок. До этого мы отделяли вертикальные проборы, поэтому утюжок у нас шел вертикально. Просто вам нужно потренироваться несколько раз и у вас все получится. Так, мы накрутили все пряди. Первая прядь у нас уже остыла. Повторюсь, что это очень важно, чтобы прядь остыла, только потом ее лучше разбирать. И вот делая объем у начала пряди, мы фиксируем ее, растягиваем. Берем следующую прядь, тоже ставим объем у начала пряди, у начала роста волос. Можно вот так вот лаком зафиксировать этот объемчик. Укладываем сначала вот такую вот качельку, а потом раскрываем уже локон и также его фиксируем. В чем заключается стойкость локона? Во-первых, вам нужно помыть волосы просто шампунем, без масок, без ничего. Очень хорошо высушить волосы, чтобы в них не было влаги. Затем накрутить на утюжок. Я беру самую сильную температуру, то есть я недолго держу утюг на волосах, но волосы прогреваются хорошо. И обязательно нужно оставить прядь остыть. Затем вам нужно прядь растянуть, чтобы она была пышная, чтобы она не была тяжелая, потому что под тяжестью у вас прядь быстрее раскрутится. Лака много не нужно. Лак нужен для того, чтобы зафиксировать вот эту воздушную форму, чтобы локон остался воздушным. Тогда у вас будут долго держаться ваши локоны. И вот такой вот у нас получается результат. Вы видите до и после. У вас все получилось, вы справились и у вас проснулась шальная императрица. Ладно, я шучу, но если у вас все получится, я буду очень за вас рада, правда. Мне очень хочется вас научить, чтобы вы ходили красивые. Так как локоны получаются такие подвижные, у вас воздух в волосах, у вас нету начеса. То есть вы можете делать что угодно, дотрагиваться до волос, в общем, перекидывать волосы, как хотите. Кудряшки останутся, вам не нужно переживать, что где-то виден начес или гофре. То есть, в общем, все сделано максимально натурально. Все будет держаться. Пробуйте, я в вас верю, правда. Я жду ваши фотоотчеты. Мне будет очень приятно, если я смогла вас научить крутить локон на утюжок. Отмечайте меня в инстаграм, если будете повторять. Отпишите тут в комментариях, если у вас получится. Правда, мне очень важно знать, что мои видео помогают. И хочу, чтобы они были, правда, полезные. Ну, а у меня на сегодня было все. С вами была Лозница Вика. Я всех очень люблю, целую. И всем пока. Очень удачных вам локонов. Субтитры сделал DimaTorzok